Время, когда у малыша резались зубки, он делал первые шаги и сказал свое первое слово, пролетело незаметно. И вот настала пора отдавать его в детский сад. Но на пути между заманчивым и долгожданным свободным временем родителей и таким значимым этапом социализации ребенка стоит адаптация. Это один из самых сложных моментов в жизни малыша. Его вырывают из привычной среды. Новое место, другая еда, незнакомые люди. Зачастую период адаптации у ребят проходит в два этапа. Первый подготовительный. Воспитатели проводят родительское собрание, на котором объясняют родителям, как правильно подготовить малыша к детскому саду. Важно, чтобы домашний режим совпадал с режимом сада. В детском саду 8 уже завтрак. И если мы не подготовим малыша к нашему режиму, вы будете его тащить заплаканного в детский сад. Он плохо позавтракает, не уснет, когда все дети уснут. Ну то есть ему будет тяжело довольно. Но еще мы просим родителей, чтобы они познакомились с нашей пищей и приучили ребенка есть незнакомые блюда. Перед детским садом ребенка важно научить засыпать одному, иначе ему будет сложно уснуть на тихом часе. Также малыш должен уметь прощаться с мамой. Многие мамы придумывают свои ритуалы прощания, рассказала Марина Руденко. Одни целуют, другие обнимают, третий шепчет что-то на ухо при прощании. Детям нужно, больше старше двух лет надо рассказать, что детский сад это такой дом, куда мамы приводят своих малышей. Здесь все устроено для малышей. Есть маленькие столики, столики, кроватки. Ты будешь играть. Я выйду на работу, мне интересно работать. А ты пойдешь в детский сад, и тебе будет интересно играть с ребятами. У вас будет много игрушек, вы будете гулять, кушать, спать. Примерно такой спокойный рассказ дает ребенку ощущение надежности, особенно если это повторять изо дня в день. На втором этапе малыш уже попадает в новую среду. Обычно сначала приглашают на прогулку, мамы прощаются с детьми. Здесь реакция может быть разной. Одни сразу бегут играть, другие начинают плакать, и воспитатель их успокаивает. Здесь важно понять, если вы готовы отпустить ребенка, надо уйти, а не стоять за дверью, не подсматривать в окна, не прятаться в кустах. Вы должны уйти и доверить воспитателю своего малыша. Если воспитатель только его начал успокаивать, а вы не выдержали и ворвались в группу, это будет еще более стресс сильный для ребенка. Среднее время привыкания – месяц. Первую неделю ребенка приводят на 1-2 часа, потом с завтрака до обеда. На третью неделю его пробуют уложить спать, а на четвертую он уже остается до полдника. Но если ребенок долго плачет, то время ему не прибавляют, пока он не привыкнет к саду. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.